Время особого мнения на 101.0. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Нередко бывает так, что этот час у нас занят не столько особым мнением, а сколько интервью. И сегодня именно этот случай, гость студии, интервьюируемый сегодня, Алексей Вершинин, министр развития, предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, заместитель председателя регионального правительства. Алексей Александрович, добрый день. Добрый день. Напомню нашим слушателям о том, что нас можно не только слышать, но и видеть. На сайте эхокирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира, так что, если есть желание, то обязательно заглядывайте. Ну и, безусловно, после эфира и особые мнения, и интервью, и дневные развороты, и прочие наши передачи мы выкладываем на всеобщее обозрение на сайте эхокирова.ру. Давайте сразу обозначим те темы, которые сегодня будем поднимать. Во-первых, это визит делегации Кировской области, куда вошли и члены правительства, и сам губернатор, и вы, в том числе, и депутаты нашего законодательного собрания в Республику Крым. Было это неделю назад, как раз-таки, вот в прошлый понедельник, 28 сентября, было подписано соглашение между парламентами нашей Республики Крым и на уровне главы субъектов, глав субъектов, вернее, Никита Белых и Сергей Аксенов тоже подписали. Во-вторых, наша тема сегодняшняя, вот только-только завершились эти процессы, речь идет о том, что на базе Московской школы управления Сколково проходило обучение управленческих команд по развитию монокородов. И вы там принимали участие. Только что вернулись, насколько я понимаю. Да. Да, вот наша вторая тема. И еще парочка тем, ближе уже к концу. Это дни Кировской области и Удмуртской республики, которые состоятся уже на следующей неделе. И еще, если успеем, мы поговорим о выставке, которая называется «Фудсити», которая состоится в Москве. И Кировская область там тоже будет представлена. Да, это тот формат, который мы будем предлагать сегодня нашим товаросвелоспроизводителям для того, чтобы показать свой потенциал, те продукты, которые они производят на московском рынке, чтобы была возможность оценить и качество продукта, и его конкурентоспособность уже на рынке Москвы. Ну, давайте об этом позже. Да, начнем все-таки с визитов в Крым, который, напомню, состоялся неделю назад. Итак, на уровне глав субъектов Никита Белых, Сергей Аксенов, было подписано соглашение о сотрудничестве. В чем суть этого соглашения? К чему обязывает стороны подписание этого документа? Я бы начал с начала визита, 27 числа накануне подписания соглашения. Мы посетили город Феодосию. Это места, связанные с Грином, очень хороший музей Грина. А до этого, до Феодосии, заехали в Старый Крым, там, где находится могила как раз Грина. И не только провели экскурсию по музею, но и пообщались с тем гриновским обществом, которое, очень понятно, Феодосия свою работу продолжает. То есть там серьезно поддерживается память о писателе? Да, очень серьезно. Музей, который в Феодосии, ему можно позавидовать. У нас память Грина увлековечена и в скульптуре, в бюсте, и набережной Грина, и в тех малых архитектурных формах, которые есть в парке Кирово. Это и «Ассоль, бегущая по волнам», но там более обширная экспозиция, которая о последних днях работы известного писателя рассказывает. И очень сильное гриновское общество, которое, конечно, жалуется на то, что в последнее время работа, научные труды и прочее по этой теме потеряли, к сожалению, те обороты, которые были. И наш визит их очень заинтересовал этой частью, потому что считаем, что эта работа должна быть продолжена. Александр Александрович Галицких, зампредседателя правительства, который как раз коррирует культуру, такое, наверное, получасовое выступление перед работниками музея, работниками культуры, которые эту тему активно продвигают. Выступил, рассказал о том, что делается у нас, и что вызвало, конечно, даже, я бы сказал, зависть со стороны работников Крыма, что очень большая работа проводится. Договорились также о том, что будем проводить совместные мероприятия. У них прошел уже конкурс на скульптуру Грина, где установить ее. Еще одну скульптуру? Или не было вашей скульптурой? В Крыму, в Феодосии, да, то есть памятник Грина. И очень много споров о том, каким он должен быть, каким видят жители Крыма, известные писатели. У нас проводились подобные конкурсы, и мы договорились, что освежаемся в памяти и считаем, что Кировской область может тоже внести свой вклад. Поэтому такой конкурс уже новый будет объявлен. Мы посмотрим, какая скульптура на конкурсе будет представлена, кто победит, а потом уже, как правильно, распорядиться результатами этого конкурса, может быть, даже в Кирове поставить. А конкурс в Крыму? Да, конкурс в Крыму. А вклад, в чём, идейный, материальный? Это могут быть из небюджетных источников финансирования, софинансирования памятника. Грин – это наше все и в большей части общее, потому что нас с Крым связывает. Последние дни он провел именно там. Поговорили о том, что сейчас готовится в городе концепция развития парков. Почему бы, например, один из парков в Кирове не назвать в честь именно Грина, и, может быть, там эту будущую композицию установить? А где вам видится такой парк на территории Адлосного центра? А сейчас будем с городом общаться и смотреть, посмотрим, какой концепции они нам представят. У нас есть парк Победы, мы сделали прекрасный сквер 60-летия СССР, у нас есть парк Кирова, почему бы у нас не быть парком Грин? Это будет заново выстроенный, заново сделанный парк? Или из существующих что-то придётся облагораживать? Из имеющихся уже зелёных зон, которые у нас пока никак не обозначены, они с чем именем не связаны. А может быть, переименуем уже существующие. Это ещё на уровне идеи. Почему бы не взглянуть на вот этот сквер, который за кинотеатром Октябрь находится? Долго о нём говорится, что он в каком-то неопределённом состоянии находится, но раньше это было насилованным имя Горького. Почему бы не Грин? Совершенно хорошая идея, как одна из идей будет рассмотрена. Какие ещё мероприятия будут по части сотрудничества? Встречались с главой администрации города Феодоси. Значит, была экскурсия небольшая. Город, в котором очень много санаториев, домов отдыха. Как раз 27 числа мы там были. 21 числа закончился туристический сезон. Нужно понять, что он там тоже достаточно короткий в Крыму, поэтому, хотя погода была хорошая и было много отдыхающих, но официальный сезон закончился. Посмотрели на ту, скажем, базу, которая есть. Интересно поразила очень низкая стоимость в этих домах отдыха номеров. Номера по 300 рублей на человека в сутки, 500 рублей на человека в сутки. Но, к сожалению, сложилось ощущение, что по большей своей части Феодосия, да и, в общем-то, и Симферополь в таком состоянии 80-90-х годов. Поездка в прошлое. Ну, судя по тому, что вы увидели, по обстановке, да? Да, хотя много что возрождается. И уже есть первоклассная гостиница, отвечающая всем требованиям. Великолепная набережная протяженность в том, один километр, которая не носит, к сожалению, и имени Грина, например, как у нас, да? Очень много сохранилось музеев ценных. Там музеи, где были картины Айвазовского. Это тоже родина знаменитого художника. Очень плодовитого по количеству своих картин. И, пожалуй, в музее Феодосия самая большая экспозиция. Поэтому первый день как раз был посвящен такой, скажем, культурной части, да, и Грина. Можно еще спрашивать, но в целом-то ощущение от того, на каком уровне там туризм находится, да, то, о чем мы в последнее время говорим у нас в области, что надо развивать. Там тоже есть проблемы? Есть похожие? Тот же турпоток? В качестве представления. Мы спрашивали, это один из самых интересных вопросов, потому что туризм тоже курирует, да, мы спрашивали, насколько увеличился или уменьшился турпоток в связи с последними событиями. Но считают, что прошлый год все-таки был провальным, да, люди опасались ездить в этом году. То вот последний сезон уже оценивают как уровень 13-го года, то есть пышки на свой прежний уровень. Любая база, отельная база и база санаториев, домов отдыха, она требует вложения и ремонта, поэтому они открыты для инвестиций. Многие города имеют там связи с российскими регионами, с республиками, которые берут, скажем, шефство на целыми городами, да, и инвестируют, вкладывают на деньги. Таких обязательств, конечно, мы на себя не взяли, да, но вот те мероприятия, которые мы решили проводить по Грину и Гриновскому обществу, которые в Феодосе на очень хорошем там уровне, что-то поймите, вот это мы решили все-таки эту идею поддержать. Итак, 28-го сентября, прошлый понедельник, уже день официальных встреч и мероприятий, подписаний. 28-го сентября переехали в Симферополь, в Совет Министров, прошло подписание соглашений. Были и депутаты, и представители торгово-промышленной палаты, бизнес-сообщества. Со стороны Республики Крым были все министры, в главе с главой Республики Крым господином Аксеновым. До этого была получасовая встреча тет-а-тет между губернатором и главой Республики. Никого, только вдвоем, без присутствия журналистов. Да, обсуждали все вопросы, которые потом были вынесены на подписание соглашений. И в коротком выступлении перед подписанием соглашения уже, так и, скажем, эти договоренности были высказаны. Решили, что сотрудничество как минимум будет по трем-четырем направлениям. Это, понятно, интересы бизнеса. То есть все нужно будет реанимировать те бизнес-контакты, которые были до этого. А насколько они были, объем их? Ну, очень активно. Мы показали, когда презентацию Кировской области, мы понимаем, что по территории Кировская область сравнима с Республикой Крым. Ну, да. 120 тысяч квадратных километров. Население Республики Крым, население, понятно, больше. Но у нас 60% занимает лес. Поэтому, да, лес в этой ситуации. То есть, в первую очередь, все крымчан интересуют наш лес. Конечно, лес. И понятно, что их интересуют также инвестиции, да. То есть нужно помогать поднимать ту базу, которая есть в Республике. Понятно, что от Крыма нас интересует вино. Очень много предприятий, которые занимаются виноделием. И коньячные заводы. И одно из предложений было как раз создать, например, дом крымских вин, да, в Кирове. Это то, что мы говорили в последнее время. Проблема алкоголизации населения. То, что мы хотим перенести, там, потребление качественного алкоголя. А мы уверены в том, что крымские вины качественные? Ну, в перерывах до подписания соглашений и после мы смогли в этом убедиться. Да, мы вполне качественно дегустировали. Просто часто слышим упрёки в адрес разных производителей, что там натурального продукта уже мало остаётся. Порошок на первое место выступает. Совершенно там не какие-то невинные напитки, не порошковое, натуральное вино. Удивило то, что в республике большое внимание уделяется как раз строительству новых объектов. То есть, ну, встаёт Крым на новые направления. Например, мы говорим, у нас есть технопарки, или мы создаём площадки индустриальные. Для перехода инвесторов. Да, и Крым тоже самое делает. Мы проезжали мимо, смотрим, огромная площадка, в которой идёт строительство. Да, вот это сотни гектаров, на которых будет технопарк, например. Ну, тут Крым находится под особым контролем, всё-таки под особым крылом федерального центра. Да, его федерального центра. Особое отношение к молодому российскому региону. Дорога от Симферополя до Феодосии очень сильно загружена. Ну, тоже спрашиваем, в чём же причине. Ну, вот сейчас идёт строительство новой магистрали, поэтому пока, к сожалению, только одна дорога. Ну, вот новую магистраль строят. Надо выходить как раз на мост, да, вообще известный. И тоже под патронажем лично находится глава республики. То есть, там видно масштаб, скажем, да, с которым идёт постановление. Давайте всё-таки вернёмся, да, к соглашению, подписанному Аксёновым и Никитой Белых. Вот оно сугубо прикладной такой, конкретный характер носит. То есть, есть определённый пункт этого соглашения. Этого мы добиться должны в определённой этой сроке. Добьёмся, дальше переходим. Об этом идёт речь? Или это всё-таки декларация намерений, что мы готовы, что мы готовы? Общее соглашение, да, рамочное. Ну, во-первых, все эти связи, которые были раньше, мы их все восстанавливаем, да, и продолжаем двигаться вперёд. Различные направления экономики, гуманитарной сферы. И так далее. Сегодня республика испытывает определённые сложности. Мы говорили также о преподавателях русского языка, о кадрах, о бизнес, о миссиях, которые готовы выстраивать. Ну, это одно из направлений, очень интересное, о котором раньше не говорилось. Это как раз поисковые движения. Может быть, от того, что губернатор прилетел в республику из Новгорода, где как раз встречался с поисковыми. Посещался, да, места боевой славы. Да, да, да. Эта тема стала актуальна, и плюс то, что военно-историческое общество в Кирове... Которое возглавляет у нас. Даже губернатора, но сегодня очень активно работает. Мы сегодня знаем именно всех героев Советского Союза кировчан, которые на разных сегодня, не то что городах, а разных странах сегодня похоронены. Мы делаем такой мемориал в парке Кирова на аллее. Вот в парке Победы, конечно, на аллее. И эта тема тоже была затронута в разговоре перед подписанием соглашения. Нам рекомендовали посетить мемориал жертв фашистских репрессий. Мы были на том месте, где раньше находился концлагерь. Поисковые работы в Крыму ведутся и до сих пор находят... Они ведутся, но не ведутся так активно, как хотелось бы, в том числе... Сейчас часто возобновляется. То есть поисковые работы и поиск земляков захороненных в Крыму это до сих пор актуально. И они точно так же счетчат историю. И к этим работам, особенно в год 70-летия Победы, особое внимание тоже уделяется. Мемориал современный, но те, конечно, жуткие времена, когда там находился концлагерь, вот это все описание, и так приводит, конечно, в трепет. Удивительно, что, казалось бы, когда нужно экономику поднимать, когда нам нужно думать о других вещах, вот это идет на первом месте. Вот та память, которая, безусловно, должна остаться в сердцах всех крымчан. Алексей Александрович, когда ожидается уже каких-то конкретных мер, действий в рамках вот этого межправительственного соглашения? Ну вот сегодня, пожалуй, первый день, когда Толк приехал. Да, мы сейчас начнем проговаривать. Интересно, что после официального совещания был уже разговор, скажем, на дружеский ужин с главой республики, с губернатором, которым я тоже присутствовал, и уже в неформальной обстановке как раз проговорили все сложности, которые сегодня испытывает республика, и те варианты сотрудничества, которые могут быть полностью открыто и для инвестиций. Сегодня Карен и глава заявляют о том, что вот только скажите, и тут же все профильные министры начнут с возобновлением всех связей гуманитарных, экономических, по бизнесу, все, что хотите. Переходный период, который был, он уже, к сожалению, закрыт, и не все учреждения, и все министерства успели перестроиться, поэтому, конечно, там ряд проблем. Поясните, переходный период это, да? Совершенно другие стандарты работали. Например, у нас этот переходный период был, по-моему, в 2009 или 2010 году, когда на новые стандарты требования Роспотребнадзора переходили, например, наши школы, учебные заведения, понятно, по каким-то стандартам. И, как вспоминал Александр Александрович, в те времена 10% школ было готово по тем требованиям, которые предъявлялись уже к началу учебного года. Там авральная ситуация была. Да, было очень сложное время. Если бы у нас в то время было достаточно много времени, чтобы перейти, то здесь уже переходный период в Крыму прошел, им его закрыли, и понятно, что, в общем, такие сложности с требованием. Там и прокуратура предъявляет уже требования к исполнению закона. Отличаются требования российского законодательства от того, что было раньше. Да, и с этими сложностями сегодня республика сталкивается. Интересно, что, например, связь до конца не работает. Понятно, что бывшие те операторы, которые были, успели там забрать часть оборудования, поэтому сегодня все это еще только совершенствуется, еще только оборудование доставляется, поэтому с сотовой связью есть определенная проблема. Сегодня пока не работают карты, там ни виза, ни мастер-карта, поэтому мы на личный расчет, насколько это удобно, мы не знаем. Но, безусловно, нужно время для того, чтобы техническую составу еще что-то сделать. И все-таки возвращаясь вот к тому же, к примеру, Кировскому лесу. При каких условиях и когда вот уже возможно наладка, налаживание этих поставок нашего леса в Крым? На следующей неделе мы буквально собираемся с бизнес-сообществом, с торгово-промышленной палатой, чтобы подготовить свои предложения и внести их к нашим коллегам. То есть будут конкретно представители вот этой лесной отрасли, да? Те, кто работают в этой сфере, и вот конкретные пути уже будут обозначены. Сегодня рассматриваем как субъект Российской Федерации, в общем-то и весь тот потенциал Кировской области, которые у нас есть, вот там нанотехнологии до простых поставок леса либо материалов каких-то из него. Мы сегодня будем просто готовы, республики открыть все что угодно, любые интересы, которые будут. Потом уже профильные министры для всей предложения разберут, и, соответственно, получим какой-то откид. Понятно, что совершенно недавно работают там и члены правительства, и главы администрации городов, молодежь, которая активно заряжена на конструктивные изменения, и глава администрации, и мэр города Феодоси, ну, совершенно молодые люди, которые в позитиве, в позитиве. Но Вы увидели, что они горят желанием действительно улучшить свое положение, я имею в виду в первую очередь, положение народа, условия жизни. Есть такая задача? Конечно, ну, там нет какой-то бедности, которую себе можно представить, там абсолютно полные полки магазинов, там все присутствует, в общем-то, и даже нет пережитков в 90-х, как у нас это было, каких-то ларьков там или палаток, да, в большом количестве. То есть там достаточно все цивилизовано, просто ощущение, что попадаешь вот именно в такие советские времена. У нас остается несколько минут до рекламы, но все-таки я предлагаю переходить к нашей следующей теме, напомню, что гость студии Алексей Вершинин, министр развития, предпринимательства, торговли и внешних связей нашего региона, заместитель председателя правительства Кировской области. Итак, о чем уже говорил, на прошлой неделе и всю прошлую неделю, да, на базе Московской школы управления Сколково проходило обучение управленческих команд по развитию моногородов. Всего команд было семь, да, участвовало? Или вы не общались, вы не видели коллег? Общались, да, мы общались, мы... Вы вошли как раз-таки в команду от Кировской области, да, наряду с представителями лузской администрации, лузскими предпринимателями. Давайте вот для начала поясним вообще, что такое фонд развития моногородов. Ну, нужно вначале пояснить, что такое монопрофильное муниципальное образование. Ну, я тебе объясняю это просто, я отталкиваюсь от людей, это тот населенный пункт, где сложно найти работу, кроме вот этого одного монообразующего предприятия. Ну, например, возьмем, да, это город Луза, который уже прозвучал. Лесопромышленный комплекс, естественно. Лесопромышленный комплекс, и все остальное уже поселение или там город на сегодняшний день строилось вокруг него. Ну, понятно, когда там работало на территории огромного, это 45 гектаров на территории лузского ЛПК, работало 5000 человек, на сегодняшний день 11 тысяч населения города Луза, да, понятно, что половина города работала там. И вот вдруг такие проблемы настают, все банкротится, работа останавливается, понятно, что весь город, профиль которого строился вокруг одного предприятия, да, на сегодняшний день испытывает определенные проблемы. Это и высокая безработица, там, социальные определенные неустройства. И вот таких моногородов на территории России больше трехсот. Минэконом развития, да, подсчитывая, больше трехсот, да. И премьер-министр нашей стороны говорит о том, что, безусловно, даже в эти времена, да, мы должны поддерживать моногорода и ту инфраструктуру, которая вокруг этих предприятий, монопрофильных предприятий, создается. Тема совершенно новая, она во всем мире одинаковая. Мы знаем, там, Детройт, например, где раньше было тоже крупное предприятие, сегодня это город, население которого уменьшилось в пять раз, тоже есть проблемы. Мы знаем монопрофильные предприятия, монопрофильные города в любой другой стране. У меня в Испании есть, например, такие города, которые вокруг университетов строятся, в Германии, которые вокруг медицинских клиник, это тоже, скажем, города с одним профилем. Такие проблемы есть. Количество моногородов в Кировской области 11, из них 4 в красном списке. Где дела обстоят наиболее плохо, так, если не ошибаюсь, это Луза, Мутнинск, простите, Луза, Белая Холуница, Вятские поляны и Кирс. Да, и на сегодняшний день еще, значит, ну, пока вот так, да, вот эти моногорода, понятно, проблемы, которых нужно решать. Для чего создан фонд? Как раз для того, чтобы изучить эту проблему, да, и через фонд будут поступать деньги на создание инфраструктуры. То есть фонд не подменяет собой решение этой проблем, которые должны решать регион и муниципалитеты, они говорят, мы готовы, если вы создадите промышленный парк на базе бывшего монообразующего предприятия, а то мы готовы обеспечить всю инфраструктуру для того, чтобы есть, находится инвестор, инвестор пришел, и в нем могло быть уже там подключение ко всем сетям. Это и дороги, и мосты, в нашем случае элементы инженерной инфраструктуры, да, там, фотоапровод, канализация, электроэнергия, все что угодно. И поиск инвестора, это тоже задача фонда, да? Поиск инвестора с недавних пор, это тоже задача фонда, это совершенно новая программа, которая в России работает, поэтому она и требует обучения. У нас создана вот в Кировской области рабочая группа по уму на городах, куда входят из всех профильных министерств транспорта, экономического развития. Ну, самое жизненное важное, в общем-то, это ведомство. Да, входят люди, да, но в постоянной жизни испытываем все равно проблемы, то есть, а как это делать? Это совершенно новая, скажем, идея, как правильно вывести моногород из такого состояния, как правильно привлечь инвестора. Ну, стоит вопрос, например, сохранить там монопрофильность, либо все-таки провести какую-то диверсификацию, то есть, привлечь совершенно другие, чтобы уже, условно, есть там одна, как в Скотлово, очень интересная метода преподавания, там, говорят, есть одна ножка, на которой стоит этот весь город, как только этот лесопромышленный комплекс, само предприятие рушится, да, то и падает весь город. Ну, в общем, наглядно. Да, чтобы таких вещей не происходило, этих ножек нужно несколько, да, желательно, если это возможно. Поэтому, как диверсифицировать, как привлечь инвесторов, которым будет интересен не только этот профиль, а еще какие-то другие профили, как правильно работать с инвесторами, и самое главное, задача не просто получить деньги в фонде и создать инфраструктуру, а как потом развивать город, что с ним делать дальше, потому что жизнь там будет продолжаться. И в связи с этими инвестициями, без этих инвестиций, вот эти интересные вопросы были на первой установочной сессии, которая и прошла. Таких сессий, которая была, их будет еще несколько. То есть, это самое начало. Это самое начало, да. В общем, о деньгах на развитие моногородов и не только. Я предлагаю уже после рекламы продолжить наш разговор, и я напомню, что в гостях у нас Алексей Вершинин, министр развития предпринимательства торговли и внешних связей Кировской области, заместитель председателя регионального правительства. Мы продолжаем наш разговор с Алексеем Вершининым, министром развития предпринимательства торговли и внешних связей Кировской области, заместителем председателя регионального правительства. И вот до рекламы мы завели беседу о том, что на прошлой неделе на базе Московской школы экономики, школы управления Сколково, простите, проходило обучение управленческих команд по развитию моногородов. И там был представлен с вашим, в том числе, участием проект по развитию ЛУЗы. Что это за проект? Мы этот проект будем еще готовить. Уже в фонд, понятно, поданы все документы, огромное количество документов. Есть комплексный инвестиционный план по ЛУЗе. Есть показатели, которые мы должны выполнить. Понятно, что есть начальные показатели, на которых мы стартуем, это и по цели безработицы, количество облеченных, количество предпринимателей, множество показателей. Собрано огромное количество бумаг, но пока требования фонда, которые предъявляются, они больше исполняются даже не с таким большим пониманием, для чего. Но многие все отправляют, отправляют, отправляют. В итоге возникла необходимость просто обучить эти команды, которые должны потом в регионах будет работать. Потому что одно дело, получить деньги в фонде, второе дело, нужно грамотно всю эту инфраструктуру создать, и третье, потом с инвесторами еще и нужно будет работать. А какой с вами идет речь? — Вот когда приезжал к нам в мае этого года уже бывший руководитель этого фонда развития моногородов, Дмитрий Скориванов, когда они общались и подписывали соглашение с Никитой Юрьевичем, там речь шла о 600 миллионах рублей. Но это еще плюс Белая Холуница. — Да, это два моногорода, примерно пополам наделены на 300, поэтому, да, сегодня еще 250-300 миллионов рублей, это для конкретного города Луза. — Софинансирование региональное наше тоже нужно? — Региональное финансирование будет небольшое, да, это небольшое совершенно софинансирование из регионального бюджета и из местных бюджетов. Проектно-смертная документация была до этого самостоятельно нами оплачена. Почему говорю пока о неточной цифре? Потому что одно из направлений — это водозабор, скважины, они будут с отлагательными обстоятельствами. То есть сегодня фонд на той стадии, когда они должны, все сданные документы проходят оценку, и фонд выносит свое заключение. Как только фонд вынесет свое заключение, надеюсь, положительное оно будет, да, мы долго очень провели время именно в фонде, уже не до конца готовят документы на наблюдательный совет, а наблюдательный совет — это правительственная комиссия, внешне-экономбанк, которая уже окончательно примет решение о выделении этих средств. Но то хотя бы, что мы уже присутствуем с Колково на обучении управляющих команд, понятно, что, видимо, такое решение, скажем, уже есть. — Вот нельзя не отметить, что вот когда Скрионов к нам приезжал, он говорил о том, что, в принципе, деньги-то из госбюджета уже выделены. — Ну, да, большие суммы назывались, там, миллиарды рублей, которые выделены на поддержку многогородов, другое дело, что сегодня все понимают, что их уже 300, а на все все равно не хватит, на все не хватит, да, поэтому... — Либо хватит не очень мало. — Кто первый, кто более качественно состоит в документах, кто проявит, в первую очередь, желание, да, и вот в этих программах участвовать, вот так, и получит деньги. Ну, к счастью, для других регионов немножко, к сожалению, может быть, для нас, мы знаем, что уже несколько городов в России получили уже деньги, да, со финансированием, но сейчас уже близко-близко на подходе. То есть у нас есть решение фонда, которое сейчас оформляется, и в октябре месяц, надеюсь, что вынесут наблюдательный совет, который будет уже принимать участие. — Как раз-таки о Лузе, да? — Да, мы говорим о Лузе, да. — По белой колонии ситуация чуть откладывается, потому что получается так, что те сети, которые мы хотели бы там отремонтировать, да, реконструкция сети, они проходят по городу, и часть потребителей — это не только будет резиденты промышленного парка, а часть потребителей будет являться жители города. То есть получается, что здесь есть определенное противоречие с правилами, которые фондам предусмотрен, и поэтому здесь нужно изменение федерального законодательства. То есть мы ждем постановления правительства Российской Федерации, которое бы полномочило фонд в том числе и вкладываться в сети, да, коммунальные, в том случае, если часть из них идет на публичный сектор. То есть не все 100% идут для создания промышленного парка. То есть стоит ожидать в будущем, что и вот по Белой Холунице будет некий, да, отдельный проект, и он тоже будет презентован там или на другой площадке, наконец-то? Пока у нас участвуют только представители города Луза, но как только Белой Холунице, с ними будет вопрос, там, ясен, и на уровне федерального законодательства эти промышления будут сняты, то и Белой Холунице, и представители также придут обучение очень большую и неожиданную сумму или правительство для того, чтобы провести обучение этих управляющих. 45 миллионов на 7 команд. Да, но мероприятие, значит, скажем, сама эта программа настолько интересная, что даже вот на первой, там, более вводной, только частью присутствов, совершенно по-другому оцениваешь, скажем, и масштабы, и, самое главное, это необходимость модернизировать там экономику в моногородах. Редкий случай, когда с половины девятого утра до половины десятого вечера ты практически находишься на, там, вот, на базе, на работе, да, в этих разных группах, и только остается короткое время на то, чтобы вот буквально, получив домашнее задание, там, что-то еще за ночь проанализировать, и утром с тобой на работу. Причем каждое утро начиналось с такой смотивировочной части, когда приходили, там, люди с администрации президента, да, руководители различных федеральных агентств, или просто известные люди, там, был Вячеслав Фикисов, была, были, там, ну, другие известные люди, которые просто, вот, мотивировали, говорили, ребят, занимайтесь там очень нужным делом, и каждый по-своему пытался объяснить, там, для чего, для чего это надо, и какое внимание, скажем, этому уделяется. И если до этого было понимание во всей работе, что нам нужно с федерацией получить деньги на модернизацию, да, и потом, в общем-то, вопрос о себе не ставили, а что дальше будет с городом, то сегодня для нас открывают уже совершенно другие, там, планы и виды, и говорят о том, что, ну, хорошо, считайте, что вы деньги уже получили, а там были те команды из тех городов, которые уже на высокой стадии готовности документы, и действительно уже близко, то есть, финансировали. А что вы будете дальше делать городом? Мы фантазировали делать город будущего, да, оценивали ситуацию, которая конкретно есть сегодня, например, в тех городах, которые приехали на обучение, и что мы планируем сделать там через три, через пять, через десять лет, с какими проблемами мы сталкиваемся. Это такой, ну, длительный процесс обучения, и каждый раз дают какие-то примеры, да, выступают люди, известные там профессоры, специалисты в отдельных направлениях, которые постоянно подкрыты какие-то идеи. И для тебя тема моногородов уже раскрывается совершенно по-другому. Мне очень понравилось там, встречаясь там в регулярной работе с главой администрации, например, Лосского района, понятно, что у человека столько проблем по поводу какого-то хозяйства, и сегодняшнего, вот сегодня, и там, и ежедневно, да, введение каких-то дел, и тут вдруг вот за короткое время раскрывается человек там по-другому, и заставляешь его думать уже не то, что как бы сегодня приближешь деньги, а что будет завтра, что будет послезавтра, вообще какие планы. Мне очень важно было посмотреть, мне лично, вот так, как вообще команда настроена. Беречь будете такого? И правильно, и одинаково ли он видит. Посмотрим еще впереди несколько сессий, которые, в общем-то, заставят раскрыть весь потенциал. Но даже заставить человека проговаривать те проблемы, которые сегодня есть, это оказывается очень сложно, когда человек сам говорит, да, у нас нет этого, да, бы я хотел вот это. И человек проговаривает какие-то свои проблемы, лишний раз это осознает. И вдруг приходит понимание, что не просто нужно приближать деньги, а еще дальше двигаться, как будет город Луза развиваться, когда глава администрации Луцкого района рассказывает о том, да, мы будем строить парк, да, будем заниматься там озеленением, будем вводить какие-то энергосберегающие технологии, еще чего-то, вот выслышать от него, это он сам от себя, по-моему, не готов был это услышать, да, это нужно будет все делать, если мы хотим из города Луза сделать город будущего. График проведения этих сессий, по поводу Луза, безусловно, есть, но его сложно вписать в свои графики, я, например, не успел на первый день. То есть это в том числе и в следующем году это все будет продолжаться? Я думаю, что мы должны завершить все это в течение этого года, это блоки, захватывающие там четверг, пятницу, субботу, воскресенье, то есть чтобы максимально немного отвлекать от постоянной работы, но в то же время использовать, поэтому будет использована часть там личного времени, скажем, в выходных, да, но такие по пять дней блоки, они будут проходить октябрь, ноябрь, декабрь, поэтому, может быть, мы вложим все в этом году. И закончится все это должно полностью написанием программы развития города, конкретного Луза, да. Это уже следующий год, получается? В этом году, да. То есть каждый раз, например, вот эта сессия закончилась тем, что мы писали итоговую работу по ситуации, которая есть сегодня, и то, какие планы мы строили бы на будущее. С получением новых знаний на новой сессии, будем потом сравнивать, что мы до этого думали, что сейчас думали. Опыт, когда представлено семь регионов, а там были, ну вот, я смотрел список, по крайней мере, по-моему, и три заместителя правительства тех регионов. Один там заместитель главы республики, достаточно представитель уровень, заместитель министров, министры, то есть те люди, которые непосредственно отвечают за моногорода в регионах. И интересно, что обменивались людьми, например, выбирали направление там, управление городом, например, самоуправление, например, инфраструктура, да, и по одному человеку из каждой команды, из каждого региона составляли команду. То есть в итоге получилось поработать, я работал в команде управления городом, были представлены в основном мэры городов в этой, скажем, в этой общей команде, и, понятно, искали какие-то общие проблемы, чтобы самим создать вот этот, скажем, город будущего, как мы его видим. Но у вас опыт работы в этом направлении, безусловно, имеется, да? Были много городов разных, вот 250 тысяч моногорода, населения, да, до 8 тысяч лузов еще оказался не самым маленьким городом, поэтому, в общем-то, как ни странно, проблемы, они, в общем-то, общие, вот, интересно. И мы вырабатывали, скажем, структуру управления городом, как бы мы себе ее представляли, какая она сейчас есть, какие планы мы бы строили, как должно быть. А вот то положение дела, да, ситуация, которая сейчас в УЗе, да, она какую оценку вот этих экспертов получила? Что говорили те же тренеры, как они оценивают ситуацию? Ситуация, каждый счет... В очень плохом положении мы находимся. Требования фонда, например, едины для всех. Но все-таки каждый моногород находится на разном, ну, скажем, в разном состоянии. Ну, тут, безусловно, да, особенности инфраструктуры, удаления там от крупных целей. Конечно, было, было, например, когда, например, там одна делегация докладывает, вот у нас там рядом три моногорода, раньше там работало крупное предприятие, вот три моногорода, мы предлагаем, например, как один из вариантов решения проблемы, переезд в один моногород, это 20 километров, они рассказывают про свои проблемы, что население не очень-то хочет переезжать, мы готовы там им покупать квартиры, что-то еще создавая, какой-то комплекс. Вот мы слушали и понимали, что совершенно не наша проблема. Проблема города Луза, представляете, 470 километров, да, из них там около 100 километров, это дорога не асфальтированная, то есть удаленность определенная есть. Мы понимаем, что на границе с другими регионами, например, там из Усть-ка гораздо ближе доехать туда, прилететь и доехать, чем от нас. Но этим мы путем не пользуемся, да. Удаленная территория. Потом абсолютная, на мой взгляд, на сегодняшний момент невозможность дифферсифицировать это производство, то есть там лесной край или с промышленным комплексом, вряд ли туда пойдет какой-то инвестор, который готов будет развивать нанотехнологии, например. Поэтому вот эта одна нога, о которой я говорил, на которой, в общем-то, держится весь город, понятно, чтобы она не рухнула, она должна быть очень мощной. Как привлечь инвестора, да, это тоже, скажем, отдельная проблема. То есть, какой-то универсального подхода к решению проблем моногородов, в общем-то, в России нет. Поэтому каждый случай моногородом уникален. Из большого количества городов, 300, по-моему, 19 городов. 319, да. Да, это то, которое испытывает проблемы. Каждому надо помочь. Завершается время нашей программы. К сожалению, мы еще не успели упомянуть о днях в Кировской области в Удмуртии и о выставке в Удсити, но это новый повод для новых встреч. Здесь с вами Алексей Вершинин, министр развития, предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области, заместитель председателя регионального правительства. Всего доброго. До свидания. Спасибо.